В этот день 16 марта релиз. Александр Востоков, русский поэт-филолог. Александр Востоков был одним из крупнейших знатоков и исследователей русского языка в пушкинскую эпоху. Он изучал и поэзию, и древние летописи, издавал их, впервые отпечатал Астромирова Евангелие. Удостоился комплимента от рижского епископа Филарета. Кому дорога Русь святая, кому дорого все отечественное, тот не может не сказать вам от души, спаси Бог. Какое богатство сведений для историка, и особенно церковного историка. Это примечательно и потому, что сам Востоков был природным немцем, и свою фамилию Остен он перевел на русский, став Востоковым. Его игра в имена на том не окончилась. Востоков вошел в русскую культуру, просто сочинив женское имя Светлана. В 1802 году он издал свою балладу, названную «Светлана и Мстислав». Не каждому доводилось сочинять людские имена. Также 16 марта родились Александр Попов, физик и изобретатель радио. Александр Беляев, российский писатель-фантаст, автор романов «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия». Владимир Комаров, космонавт. За космонавтом Владимиром Комаровым два рекорда, один из которых печальный. Это первый человек в мире, который побывал на орбите Земли дважды. И это первый человек, который погиб при выполнении космической миссии. Как все первые космонавты, Владимир Комаров был из военных летчиков. Родился в столице и поступил в первую московскую спецшколу ВВС. Потом было авиационное училище, служба на Кавказе, Закарпатье. Однако, в отличие от большинства других коллег, Комаров имел вторую ценнейшую специальность. В 1959 году он окончил военно-воздушную академию как инженер. И в этом качестве оказался полезен для космической программы. В 1964 году он вместе с двумя коллегами совершил путешествие на корабле «Восход-1». Это был первый групповой полет в космос в истории. Причем Комаров был командиром экипажа. А в 1967 году он должен был начать обкатку аппаратов новой серии «Союз». Как инженер, Комаров знал конструкцию корабля до последнего винтика. И незадолго до старта признался одному из друзей, что процентов на 90 полет будет неудачным. Так и произошло. Ни королок, размещенный в советской прессе. При открытии основного купола парашюта на 7-километровой высоте, по предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта, космический корабль снижался с большой скоростью, что и явилось причиной гибели «В» Комарова. Безвременная гибель выдущегося космонавта является тяжелой утратой для всего советского народа. В этот день, 16 марта 1870 года, в Нижнем Новгороде, на Сормовском заводе впервые в России запущена Мартеновская печь. Для отечественной металлургии это был гигантский шаг вперед. 16 марта 1921 года подписан договор о дружбе и братстве между РЗФСР и Турцией. 16 марта 1927 года в Советском Союзе впервые приступили к изготовлению стекол для очков. 16 марта 1934 года Центральный комитет ВГБ одобрил предложение Московского комитета партии о сносе Сухаревой башни, уникального памятника архитектуры 17 века. Два с лишним столетия Сухарева башня была одним из символов Москвы. Главный знаток столицы Гелеровский много писал о ней, о рынке рядом, о целом районе, названном Сухаревкой. Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву. Много легенд ходило о Сухаревой башне. Здесь была Петром открыта знаменитая навигацкая школа. А Яков Брюс, его ближайший сподвижник, завел при школе первый в России научный центр. В башне он проводил первые астрономические наблюдения. Но вот в 1934 году, несмотря на протесты многих архитекторов, большевики приговорили к сносу городскую легенду. Знаменитый искусствовед Грабарь записал. На этих днях выплыл один особенно неприемлемый по своей явной нелепости проект сноса Сухаревой башни. Всерьез. Вы допускаете, чтобы в один прекрасный день вздумали уничтожить картину Рафаэля, рукопись Бетховена или Геты? Для чего? Из каких соображений? Что за кошмар? Но башня якобы была ветхой, якобы некрасивой. Сам Сталин подписал телеграмму, которая оканчивалась словами. Архитекторы, возражающие против сноса, слепы и беспреспективны. К сносу Сухаревой башни приступили немедленно, с необычной спешностью. Башни, которую в народе нарекли невестой Ивана Великого, колокольник Кремля, не стало. 16 марта 1936 года на Горьковском автозаводе выпущен первый советский лековой автомобиль М1. 16 марта 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заявил, что СССР обладает межконтинентальной ракетой. Таким был этот день 16 марта. СССР обладает межконтинентальной ракетой.